Здравствуйте, друзья мои! Что церковь для обычного человека? Место, куда приходит ведомая скорбью, слезами, не так ли? Ведь очень многих из нас к церкви приводит страдания и боль близких, родных, наши страхи, наши недовольства, ужасы, которые преследуют нашей жизни, и особенно забота о близких людях, потому что, например, ничто так не ранит человека, как боль его собственных детей или близких. Их сознание — то, что с ними может что-то случиться, они могут заболеть. И в конце концов, хотя мы отгоняем эту мысль, нам даже придется их похоронить однажды. И с этими недоумениями, этими страхами люди прибегают в церковь, спрашивают священника, кому поставить свечку? Каким сытым молиться, если ты идешь на операцию? Что делать, если сына забрала милиция, и его ждет очень горькая судьба? Что делать, если на тебя подали в суд, и ты не знаешь, как с этим разобраться? Что делать, если случились другие какие-то неприятности? Какому святому конкретно молиться? Спиридону Термифунскому говорят, нужно молиться, когда денег нет. Святитель Николай молится о неправедном суде. И если путешествуешь, боишься на самолете летать, например, святому Пантелеймону молятся в случае болезни. Блаженной Матроне также молится, очень помогает. Может быть, съездить на источник, набрать святой воды, и есть просфору каждое утро натощак, запивать этой святой водой. Может быть, даже взять святыньки из Богородичной канавки, может быть, камешек с Иерусалима привезти, чтобы была удача, чтобы миновали нас эти беды. И если вы расспросите рядового человека, обычного, даже церковного, по поводу этих вопросов, немало вы услышите мнений о том, как правильно быть, кому молиться, какую записку подать, лучше на сорока уст или на неусыпаемую псалтирь, в какой монастырь поехать, где какая икона, которая помогает в родах или исцеляет от пьянства, близких наркоманий, избавляет от лап правосудия. Но, друзья мои, вопрос иногда нужно задавать к самому вопросу. Правильно ли мы относимся к церкви, к христианству, когда ищем от него избавления от скорбей и привлечения удачи? У меня был приятель, который долгие годы своей жизни, своей юности провел в воровской среде. И он мне рассказывал, что всякий раз, когда они шли на дело, а их работой была очистка балконов от ненужных вещей, иногда они даже в окна проникали, идя на дело, они молились воровскому богу, чтобы их постигла удача. Воровской бог всегда помогал. Некоторые при себе носили амулеты, намоленные иконки или частички святых камней и святых мест. И Бог всегда помогал им. Помогал обворовывать беспечных граждан. Спасал их от рук милиции, от тюрьмы. И чем эта вера воровского бога отличается от веры в святых, которые каждый отвечает за свою сферу помощи и деятельности? Мне кажется, что это отношение к церкви, как к очагу удачи или избавления от каких-то скорбей, оно несет в себе нечто от естественной религиозности, которая свойственна каждому человеку. Но достойно ли это Евангелие? Вот в чем вопрос. Ради этого ли ставились церкви, ради этого ли совершается богослужение? Как к этому отнестись? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что церковь в нашей стране, она находится в долгие столетия, в очень непростой ситуации. Мы все больше превращаемся в религию. В этом даже сложно сказать, есть ли что-то плохое, но по крайней мере очень много вопросов. Что я имею в виду? Религия оформляет человеческий опыт, который находится на самом пределе, пределе жизни и смерти, пределе появления нового. Например, рождается человек, и с этим надо что-то делать, потому что появился новый, небывалый совершенно. Человечек со своей биографией, со своим характером, он уникален. И это нужно как-то оформить, потому что наших слов, наших мыслей не хватает для того, чтобы выразить удивление, восторг от этого нового. Поэтому во всех религиях, во всех абсолютно культурах существует форма религиозная, некоторая оформленность этого опыта. В одной стране детей крестят, в другой подвергают, например, каким-то другим обрядам, обрезу, например, или же посвящению, омовению и так далее. Если человек вступает в брак, ради этого тоже существуют определенные процедуры. Купил новый дом, есть в каждой религии практически определенные обряды, ритуалы, которые связаны с осмыслением этого замечательного приобретения или же других вещей. Если кто-то умирает или умер, тоже существуют в каждой религии свои обряды. И, наверное, 90% людей в нашей стране воспринимают христианство как одну из религий, которая просто оформляет наши религиозные потребности. Но ради этого ли Христос основывал всю Церковь? Нет в этом, наверное, ничего плохого, в том, что человек ищет божественные санкции в своей жизни. Это очень хорошо, но это разве достаточно? Разве святые для того умирали, для того шли в пустыню, чтобы потом вымаливать нам, например, какие-то денежные средства или помощь в путешествии. Они, конечно же, нам помогают, но не ради этого все в Церкви устроено. Потому что Церковь — это богообщение, это мудрость, которую Господь с нами поделился. Не просто мудрость, а Он поделился с нами своей жизнью. И Евангелие говорит о том, что мы должны взять крест свой, следовать за Христом. Значит, мы должны и страдания, и скорбь в своей жизни тоже принять. Значит, это совершенно нормально для человека страдать, и в ту чашу страданий, которая тебе положена, ты все выпьешь. Сколько бы не пришлось тебе страдать, от нее нельзя уйти, потому что дети, которые у вас рождаются, они будут болеть, они будут испытывать боль, они однажды умрут. И во Христе мы это принимаем, мы принимаем эту мудрость. И, конечно же, очень утешает человека то, что Господь разделяет с ним его страдания в самой глубине этого опыта христианские мудрецы, христианские мыслители говорили, что они встречали Христа, который вместе с ними распинался в их боли. И вот этой мудрости мы ищем. А ради этого Церковь основана, чтобы быть вместе с Богом, а не пользоваться просто какими-то дарами относительно удачи, помощи в болезнях и так далее. Мне кажется, что религиозное, естественное религиозное отношение к Церкви и к христианству даже оскорбляет Бога. Это очень похоже на то, что если бы вы любили своих родителей только за то, что они вам давали конфеты, конфеты вам может давать любой другой гражданин. Но родители, они единственные в мире. Так и в Церкви нужно искать не того, что можно получить от Бога, а самого Бога нужно искать. То есть христианство требует от человека бескорыстного отношения к Богу. Мы с ним не ради того, что он может нам дать, а ради него самого, как и Господь пришел в этот мир не ради каких-то непонятных нам вселенских законов, а он ищет каждого из нас. Нашей дружбы ищет. Совершенно бескорыстно. Без каких-то условий, без контрибуций, обещаний. Просто ради него самого. Поэтому искать нужно бескорыстной веры. Искать нужно Бога. И всегда свою веру, свои поиски сравнивать со Священным Писанием. Это самое главное, что у нас есть. Это Божие Слово, Евангелие, которое должно, как мерило быть в нашей жизни, с которым мы должны сверять все наши религиозные порывы и религиозные поиски. Продолжение следует...